Прежде чем отправиться на перерабатывающий конвейер, строительный мусор проходит несколько этапов подготовки. Отходы проверяют специальным прибором – дозиметром. Если все показатели в норме, бункеровоз, так называют машину с грузом, попадает на территорию перерабатывающего комплекса. После чего фиксируется в нашей системе АИС, какой вес заявил на нашу соответственную точку работу. После фиксации машина въезжает в этот ангар. Здесь рабочие вручную сортируют мусор, стекло, пластик, бетон, древесину. Отделяют отходы, подходящие для вторичного использования. И только потом отправляют все это на механизированную установку. Как осуществляется работа всех циклов на мусороперерабатывающем комплексе Левобережный в Химках, проверили члены комитета по экологии и природопользованию во главе с председателем комитета Аллой Поляковой. По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина, на сегодняшний день важно перейти к так называемой экономике замкнутого цикла. По словам специалистов, главное сегодня – отлаженная система, обращение с отходами. Законодательно вопрос уже урегулирован. Отныне за ненадлежащее обращение со строймусором введены санкции. Нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей. Такой подход позволит сохранить природный ресурс и избежать появления несанкционированных свалок. Дешевле вывести мусор законно, нежели сбрасывать его на обочину или оставлять рядом с домом. Сегодня задача на самом деле избавиться, наконец, от незаконных свалок, упорядочить все, что связано с обращениями с отходами на территории Московской области. Нам уже есть чем гордиться, у нас там многое что получилось. И сегодня основная задача – это вот так, чтобы в наших лесах Подмосковья, чтобы там во дворах не валялся этот мусор бесхозный. Это также скажется и на тарифах для населения. На сегодняшний день в Московской области уже функционируют 13 комплексов по переработке строительных отходов. Их общая мощность – более 5 миллионов тонн в год. В планах возведения еще как минимум двух подобных мусороперерабатывающих заводов на территории Подмосковья.